Как быстро и неожиданно летит время. Казалось, еще совсем недавно мы заканчивали чемпионат, кинешь мы 8 на 8, и я готов был завершить футбольный сезон и вообще команду Пульс. Но вот, наступила зима, и наша команда решила принять участие в третьем подряд турнире на уровне города. Не скажу, что у нас сильно команда изменилась, из старичков у нас осталось несколько человек. Кирилл Погодин, который играет третий сезон подряд, Егор Афилов, начинавший первый сезон за нашу команду и сыгравший один матч в турнире 8 на 8, Паша, лучший бомбардир Пульса в летнем сезоне, Даня Набоков и Саня Андреев, парочка из наволок, сыгравшие немаловажную роль в конце прошлого сезона, и вратари Вова Полонников, Алексей Серов и Никита Кузнецов, также продолжают выступать за Пульс. Из новичков нужно отметить Юра Дерунова, которая имеет особую историю с Пульсом, Иван Милютин, ключевое звено трио из наволок, Илья Лебедев, молодая надежда на падение Пульса, и Никита Клинкоров, такая же молодая надежда, только уже с защитной линией нашей команды. В сердце с нами остались Кирилл Денисов, Саня Григорьев, Стас Кузнецов, Даниил Муравьев и другие. Будем надеяться, что они в ближайшее время смогут проявить себя в Пульсе. Мы немного готовились к турниру, провели парочку тренировок, но до идеала нам еще далеко. В первом туре нам попалась Волга, и это был достаточно интересный жребий. Честно говоря, я сильно переживал, и это сказалось на моей игре, но давайте об этом поговорим в самом матче. В стартовом составе вышли ребята, которые были на предматчевой тренировке, поэтому первые в бой отправились они. Мы очень смело пошли вперед, и уже в первые минуты имели несколько шансов отличиться. Ай, почти! Хороший! Ай, хороший! Ай, хороший! В защите отлично подчищал Никита, играл очень качественно на перехватах. От большого желания забить гол, мы теряли мяч и привозили атаки в свои ворота. Однако первый гол в этом матче забили мы. Илья Лебедев поймал на ошибке соперников и мастерски завершил этот момент. Это дебютный матч и дебютный гол Ильи за пульс, с чем мы его и поздравляем. Как бы не спасал нас вратарь, соперник отыгрался достаточно быстро. Мы часто отпускали игроков в защите, но Никита самоотверженно подчищал наши косяки. В игру вошли Кирилл Погодин и Юра Дерунов. И посмотрите, какой классный момент они создали. Юра попадает в штангу, но мы не успеваем вернуться в оборону и... Но мы не сдаемся. Саша Андреев зарабатывает угловой, после которого Паша сравнивает счет в матче. Вы просто посмотрите на реакцию нашей скамейки. Она была лучшая в этом матче. В итоге тайм мы провели достаточно качественно. И он завершился со счетом 2-2. На второй тайм мы вышли с тем же настроем. Давай, Дарья! Дарья! Заигрывай, Дарья! Бей! Бей! Хорош! Хорош! Но мы снова теряем игрока и нам забивают очень глупый гол. Ай! Пульс же не останавливается и делает все красиво. Бей, бей! Ай-яй-яй! Шуток 3 в 1, блядь! Хорош! Бей! Браток свернул! Ай-яй-яй! Бей! Да! Хорош! Хорош! Даня, 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 хорош! Первый мой гол на турнире неплохо ударил в угол и помог снова сделать счет равным. А уже через 2 минуты мы снова выходим вперед. Пошел! Пошел, 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 пошел! Хорош! Отобрали мяч, а Илья и Паша показали свой уровень, реализовав большинство. Просто красавцы! Разыгрались, 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 разыгрались. Давай, давай, Паша! Паша! Даня! Хорош! Хорош! Пацаны, которые не умеют играть, увеличивают преимущество в счете в 2 мяча, а я забиваю дубль. Я не ожидал от себя такой результативности, ибо играл не очень. Но такую передачу от Паши я не мог не забить. Что вы хотите сказать, Санечка? Это пиздец. Однако за одну минуту мы теряем все наше преимущество. Опять же, очень глупые голы пропускаем. Сами ошибаемся в защите. В этой зоне нам предстоит много поработать. Хорошо! Давай! Давай! Блядь! Хорошо! Хороший! Смотрите, молния контратан. Илюха! Илюха, давай! Игра подходила к концу. Все имели шансы отличиться. У нас нужно отметить сумасшедшую игру вратаря и невероятный сейф защитника Никиты. Грудью полетел закрывать мяч. Это одно из лучших, что я вообще видел в футболе. Но все завершилось следующим моментом. Ой, хороший! Не самое спортивное поведение от соперника и по итогу назначение пенальти в наши ворота. В моменте я находился в шоке. Я вообще не понял за что. Я первый оказался на мяче, я же его и выбил. Соперник по инерции пинает в меня, зацепляется и улетает в ворота. Как по мне, это чистый эпизод, а за неспортивное поведение можно было бы и карточку показать. Но пенальти на последних минутах этого матча уже не отменить. Вот она справедливость. Мы забираем первые очко в нашу копилку в очень насыщенном матче. Начнем с того, что мы сыграли очень хорошо и очень достойно. Но под конец запустили некоторые ошибки, которые повлияли на исход матча. И если бы не эти ошибки, то мы бы явно выиграли. И это бы сказалось на нашем духе. Ну хотя сейчас атмосфера в команде стоит просто феерическая. Потому что мы очень слаженно работаем на тренировках. И у всех все получается, кроме меня. Счет 5-5 это вообще что-то невозможное. Вот такие эмоции я получаю редко, но вот получил. На этом турнире не стоит недооценивать своих соперников. Потому что любая команда это очень опытные игроки. В целом команда отыграла достаточно неплохо. Если сравнивать с прошлым турниром, когда Пульс играл совершенно другим составом. Можно сказать. В общем мы будем продолжать в том же духе. Надеюсь будут в дальнейшем только победы. Ждайте от нас хорошей игры. Мы будем стараться. Очень сложная игра получилась. Забрала множество эмоций. Но при всем при этом я считаю, что мы молодцы. Каждый из нас, кто играл в поле, кто сидел на скамейке, кто комментировал этот матч, отдался полностью. Мы могли забирать эту победу. Но в этот раз ничья. Я надеюсь, что в следующий раз мы заберем немножко очков побольше. Каждый хочет помочь команде. И с таким подходом мы будем идти дальше. Я еще раз хочу сказать большое спасибо каждому из нашей команды. Потому что вы просто красавцы. Я вами горжусь. Я надеюсь, что в следующих матчах мы покажем свое. Ну а на этом все. С вами был Данил Игромов ОК и Десту 4ИК. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!